Выходи, мальчик. Я знаю, что ты здесь. Я следил за тобой. Немедленно выходи. Не прячься. Никто тебя не обидит. Я знаю, ты не желал зла тому мужчине. Ты ни в чем не виноват. Виноваты твои родители. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте, Джон Аракелян. Хауэрд. Хауэрд Шарп. Проходите. Моя жена, Джон. Я рад, что наконец встретился с вами лично. Я тоже, доктор. Вообще-то, давайте сразу на чистоту. Никакой я не доктор. Я проучился на врача всего три года. Я бы скорее назвал себя квалифицированным лаборантом. Вы ждете мальчика или девочку? А вы знаете? Разумеется, знаю. Я проанализировал генетические данные, Джон. Вы хотите узнать? Ну... Да. Но прежде чем я скажу, давайте точно определим смысл вашей просьбы. Нам бы хотелось, чтобы наш ребенок был умным. И физически развитым. Да. А если родится девочка, то... красивый. Вы не поняли. Мне нужно, чтобы вы вслух сказали то, о чем меня просите. Таково требование закона. Мы еще не окончательно решили, что пойдем на это. Вам требуется наше устное заявление, чтобы убедиться, что мы не из полиции? Ну что ж. Мы хотим, чтобы вы еще до родов подвергли нашего ребенка генетической коррекции. Ваш телевизор исправен. Не пытайтесь настраивать каналы. Все передачи под нашим контролем. Мы управляем горизонтальной и вертикальной разверткой. Мы можем передать вам тысячу каналов и очистить всего один кадр до полной прозрачности, а потом заглянуть внутрь него. Мы способны заставить вас видеть все, что родится в нашем воображении. В течение следующего часа мы будем контролировать все, что вы увидите и услышите. Вам предстоит испытать трепет и познать тайну, которая, родившись в глубинах нашего разума, стремится за грань возможного. За гранью возможного. Неестественный отбор. В ролях Алан Рак, Кэтрин Мэри Стюарт, Мэри Элизабет Робинс, Гаррисон Роберт Коу и другие. Что произойдет с нами, если мы попробуем вмешаться в творение человека? Быть может, создав нового человека, мы обречем наш род на проклятие. Это наш мальчик? Возраст восьми месяцев после коррекции. Все недостатки сглажены, пороки устранены. Одним словом, идеал. Какой красивый. А можно посмотреть, каким он был бы без коррекции? А разве это нужно? Он был бы похож на вас. Простите. Средняя внешность, средний интеллект, а воображение чуть ниже среднего посредственности. Одну минуточку. Все это Хауарда сам знает. Блестящие, сильные и привлекательные люди ко мне не обращаются. Они знают, что их дети унаследуют все щедрые дары природы. А такие люди, как вы, хотят дать детям преимущество, которых лишены сами. Автор сценария Эрик Моррес. А такие, как вы? Вам интересно, кто я? Кто вы? А это изменит ваше мнение обо мне? Скажем так, Хауард. Я был рожден именно так. Этот шанс есть у вашего сына. Режиссер Джозеф Скенлен. Прежде чем мы продолжим, давайте выясним, сколько все это стоит. Конечно. Если необходимо, мы сможем предоставить кредит. А нельзя ли уменьшить всю эту цифру? Дороже всего обходится генетическая коррекция интеллекта. Это можно исключить. Нет. Зачем тогда все это нужно? Мистер Аракелин, мы можем все обдумать? Разумеется. И последнее. Как насчет мутации? Риск существует. В одном случае с 10 тысяч у ребенка наблюдаются мутации. Я видела мутантов в новостях. Меня это пугает. Да, зрелище страшное. Синдром генетического отторжения – главная причина того, что уже 30 лет власти не признают законность генетической коррекции. Лично я считаю, что риск нас стоит, и тысячи наших клиентов согласятся со мной. Да. Ну что ж, мы вам позвоним. Вы нас вызвали. Да, я услышала шум и выглянула в окно. Он бежал по улице. Мамочка! Вы уверены, что это был мутант? Конечно. Да и кто мог такое сделать? Только один из детей мутантов. Моя дочь долго не оправится от страха. Не бойтесь, мам. Мы поймаем мальчишку. Полиция должна ловить их, прежде чем они совершат зло. Посмотрите, что он натворил. Да, но рано или поздно они узнают. Их сын погиб случайно, Хауэрд. Прошло уже 8 месяцев. В прошлую субботу был день рождения, Тимми. Что бы чувствовал ты? Нет, я не хочу обижать Фрэн. Нет. Фрэн обидится, если узнает, что ты не рассказал ей о беременности. Привет. 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 Прости, что мы опоздали. Везде жуткие пробки. Придумай новую шутку, Хауэрд. Ладно. Проходите. Спасибо. Да. Спорим, я один даю пирог. Прекрати. И со связанными руками. А давайте после ужина поедем на пляж и посмотрим на закат. По-моему, поздновато, Джоан. Тогда мы поедем смотреть на восход. Я за. Осталось убить всего 9 часов. О, Боже, чего мы только не вытворяли. Помните, как мы отправились в горы? Оставили на столе грязную посуду и ехали всю ночь на машине. А весь день обратно. О, Боже, я отсыпалась целую неделю. У меня жутко затекли ноги, потому что Тимми уснул у меня на коленях. Ему всегда было уютно с тобой. Простите. Будете что-нибудь еще? Да. Принеси-ка еще бутылку вина. Вина нет. Нет. Все в порядке? Да. Все напоминает мне, а я знаю. Просыпаясь утром, я думаю, что мне нужно приготовить ему завтрак. А потом отвезти его в школу. А Тони смирился? Хални. Да? Я слышу, Фрэн, почти каждый вечер. Что ты слышишь? Ссоры. Вы бьете вещи. Я ждала, что ты придешь за советом. Он много пьет. Тони не пьяница. Он допивает вторую бутылку и хочет приняться за третью. Ты не заметила? Фрэн, тебе нужна помощь. Позволь мне помочь. Нет. Не надо. Все в порядке. Позволь нам. И мы сможем помочь. Мы понимаем, как вам больно. Нет. Не говори, что ты понимаешь. Ты не можешь понять. Я тоже его любила. Я была матерью Тимми. А не просто доброй соседкой. Матерью. Боже, прости меня. Ничего. Ты тоже слышал ссоры. Думаешь, он ее бьет? Нет. Тони. Брось, Джон. Мы знаем их многие годы. Часы на столе разбиты. Может, он бьет часы? Это совсем не смешно. Послушай, дорогая. Тони точно не бьет Фрэн. Он пьет? Я бы тоже запил, ведь они потеряли сына. Они орут друг на друга. Может, их брак зашел в тупик? Я даже представить не могу, что им пришлось пережить. Мне так хочется с ней поговорить. О ребенке? Да, о ребенке и обо всем. Поговорим. Но когда будешь рассказывать Фрэну о беременности, о наших планах ни слова. Нельзя даже спросить ее мнение? Нет. Почему? Потому что нельзя, Джоанн. Просто нельзя. За это грозит пять лет тюрьмы. Если уж мы решились, придется скрывать. Ладно. Ультразвук прошел нормально. Ребенок четко виден на снимке. А генетический тест вы сделали? Да. Вас наверняка обрадует, что у ребенка нет признаков гемофилии, анемии, генетических мутаций или уродств. У вас родится вполне здоровый малыш. Вы хотите знать мальчика или девочка? Нет, пожалуй, мы предпочтем сюрприз. Верно, дорогой? Разумеется. Я сохраню тайну. Следующего это разлук через три месяца. А пока... А можно ли по генетическому тесту судить, скажем, о его росте? О его росте? Мистер Шарп, я не намерен обсуждать с вами возможность генетической коррекции. Нет, нет, я просто спросил. Я могу выявить генетические дефекты, которые серьезно усложняют будущую жизнь ребенка. Но я не могу вам гарантировать, что он станет капитаном футбольной команды. Я знаю, знаю. Просто мне любопытно, нет ли законных процедур? Нет. Законных нет. Ну что ж, большое спасибо, доктор. Не делайте этого. Простите, чего не делать? Половина моих пациентов думает о генетической коррекции. Будто бы сама жизнь для них не чудо. Я всех отговариваю. Запрет на генетическую коррекцию обоснован. Она может привести к мутациям. Я не смогу разгадать код другого специалиста по генетике. И если вы передумаете... Мы и не собирались. Дайте мне закончить, на всякий случай. Вы видели, что мутации на конечной стадии делают с телом человека? Мы уверены, что протеины, связанные с изменённым ДНК, распадаются после клеточной регенерации. Это приводит к мутациям и уродствам. Ужасно. Мутанты совершают 3% преступлений. И эта цифра растёт. Физические уродства сопровождаются жаждой насилия. Мутанты продолжают изменяться, даже потеряв человеческий облик. Но ведь вероятность 10 тысяч к одному. Почти как в астрономии. Возможно. Но разве можно верить тем, кто даже не признаёт, что провёл процедуру? А если данные занижены? А что бывает с мутантами? Обычно полиция ловит их ещё до последней стадии. А что происходит после поимки? Трудно сказать. Но закон требует уничтожения мутантов. Одну минутку. Минуточку. Нет, я понимаю, миссис Паркинсон. Но мы гарантируем возврат ваших вложений. Прибыль за вычетом налогов 17% и никакого риска. Прогноз по прибыли? Сейчас. Одну минуточку, и я сейчас справлюсь. Подождите. Поверьте, я сам покупаю эти акции. За вычетом налогов прибыль составит 17%. В прошлом месяце было 14%. Дело стоящее. Миссис Паркинсон. Синдром генетического отторжения. Привет, это я. Может быть, прокатимся вместе по магазинам? Нет, Джоан, вряд ли. Фрэн, у тебя кровь. Все в порядке? Да, да, конечно. Это царапина, пустяк. Что случилось? Я была на кухне, открывала дверцу буфета, и... Я... Тебя Тони ударил? Джоан. Фрэн, ты сама сказала, что Тони много пьет. Слушай, Джоан, все это произошло, пока ты стучала. Я должна приложить лед. А ты поезжай в магазин, потом созвонимся, хорошо? Нет, Фрэн, пожалуйста. Поверьте, это редчайший шанс. Это я уже слышал. Да, я уже говорил это. Я знаю, но мы не могли предсказать, что проиграем эту тяжбу. Теперь, однако, я могу утверждать, что эта компания не втянута ни в какой процесс. Мистер Джеймс, подумайте. Подумайте, а я вам еще перезвоню. Есть секундочка. Да. Присядь. Итак, Хауэрд. Нет. Не надо. Чего не надо? Не увольняй меня сейчас, Тайлер. Моя жена только что узнала, что беременна. Успокойся, Хауэрд. Ты опережаешь меня на 10 шагов. Так я прав? Да. Да. Ты не сможешь меня уголить. У меня хорошие показатели. Были хорошими. И они не изменились. Знаю, Хауэрд. Но все вокруг изменилось. Эти юнцы вырвались вперед. Им по 25, и они прокручивают такие сделки, что просто диву даешься. Я догоню их. Буду больше работать. Хауэрд, дай мне хотя бы шанс попробовать. Это не от меня зависит. Решаю не я. Решаю не я. Привет. Привет. Как дела? Ничего. Все нормально. Правда. Ты голоден? Ужин почти готов. Нет. Мы должны это сделать. У нас нет выбора. Нет. Ты уверен? Ведь ты потерял работу, Хауэрд. Поэтому я и уверен. Если я устарел, то что ждет нашего сына, когда он вырастет? Если мы не пойдем на это, он будет гражданином второго софта. Ты не устарел. Джоанн, я работал изо всех сил и не допустил ошибок. Просто... Просто я... Больше не подхожу. Что-то произошло в этом мире, а мы и не заметили. Что произошло? Теперь в мире два вида людей. Это вопрос эволюции, мы обречены на вымирание. Хауэрд, ты расстроен. Может, нам стоит подождать? До тех пор, пока с нашим сыном не случится то же, что и со мной, или нечто худшее. Мы почему-то решили, что наш сын не будет чудесным, здоровым и счастливым ребенком. Разве можно знать заранее? Ты сама этого хотела. А как насчет... мутаций? Вероятность всего один к десяти тысячам, но если мы не пойдем на это, то у нашего сына не будет будущего. Мы должны это сделать. Нет, Хауэрд, не должны. Наш сын может быть умным и красивым и без коррекции. Нет, посмотри на нас внимательно. Мне не стыдно за нас? А мне стыдно. Мне стыдно, Джоан. Я не могу за ними угнаться. Они повсюду. В сравнении с ними я ничтожество. Это факт. Я не хочу такой судьбы для сына. Давай позвоним Аракеляну. Что скажешь? А теперь, Джоанн, дышите глубже и постарайтесь не шевелиться. Будет немного больно, но недолго. Я просто введу ретро-вирусы, которые внедрят новый генетический материал в уминиотическую жидкость. Вы и глазом моргнуть не успеете. Тихо. Не бойся. Ну вот. И все. Все? Все? Да, все. Львиная доля моей работы в подборе генетического пакета. Остальное зависит от матери природы. А какие будут рекомендации? Никаких. Я только попрошу вас забыть об этой палате, обо мне и о проведенной процедуре. Спасибо, мистер Аракелян. У нас родится чудесный мальчик. Да, дорогая. Поверьте мне, вы не пожалеете. Но, если вы все-таки передумаете, коррекцию можно остановить в течение 21 дня. Зачем нам передумывать? Верно. Зачем? Не торопитесь, никакой спешки. Когда захотите уйти, просто постучите, и мистер Старк вас выпустит, хорошо? Боже, Хауэрт, что это было? По-моему, Тони кричал. Нужно вызвать полицию. Я не собираюсь вызывать полицию из-за того, что Тони повысил голос. Нет, Хауэрт, ты не видел вчера Фрэн. У нее была рана на лице. Я не позволю Тони ее мучить. Постой, постой. Крики прекратились. Тебе стоит к ним пойти. Нас это не касается. Хауэрт, они наши лучшие друзья. Поэтому я уверен, что Тони не станет избивать Фрэн. Брось, ты ведь его знаешь. Да, кажется. Завтра с утра у меня важная встреча, и мне нужно выспаться. Субтитры создавал DimaTorzok Здравствуйте. Вы набрали номер 254-01-58. Фрэн? 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 Что случилось? Фрэн? 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 Джоанн, это невозможно. Это был он. Не было никакой аварии. Он стал мутантом. Его глаза. В них было столько боли. Это был Тимми. Я уверена. Мы были на похоронах. Мы стояли над гробом. Но тела мы не видели, Халвер. Что? Послушай. Они собирались поехать с нами в отпуск. А потом настояли на том, чтобы мы ехали огни. По-твоему, они разыграли смерть сына? Мы же были на панихиде, опускали гроб в могилу. Они подкупили похоронное бюро. Им пришлось. Это невозможно. Они не могли нам сказать. Никому не могли. У них не было выбора. Дорогая, ты беременна. Тебя переполняют гормоны. Ради бога. Сходи туда. Хорошо. Хорошо. Если ты хочешь, я схожу. А ты останься здесь. Нет, он узнал меня. Я уверена. Джоан, останься здесь. Я хочу его видеть. Фрэн! Фрэн! Тони! Кто там? Это мы, Хауэрд и Джоан. Вы не вовремя. Если ты нас не впустишь, мы вызовем полицию. Фрэн! Мы понимаем, что нас это не касается, но у вас ночами такой шум, будто ад разверся. Из-за чего вы с Тони так ссоритесь? Фрэн! Что им здесь нужно? Я думал, мы друзья. Если ты мой друг, то убирайся отсюда к черту. А помнись, Тони, мы беспокоимся за вас. Хауэрд! Как это случилось? Я прокинул. У вас неприятности, Хауэрд. После смерти Тимми я стал пить. Я хочу его увидеть. О ком ты? О Тимми. Я хочу его увидеть. Тимми умер. Это не смешно, в конце концов? Нет, не смешно. Вам лучше уйти. Сейчас же. Я его видела. А не то я вас вышвырну. Я видела его сегодня утром в окне подвала. Я знаю, что он в доме. Я знаю, что он мутант. Не лги мне. Мы никому не скажем. Нет. Но, пожалуйста. Я должна его увидеть. Иди домой, Хауэрд. Пожалуйста. Хотя бы скажите ему, что я... Я... Я слышал голос тети Джоан. Она ушла, дорогой. Тетя Джоан? Я здесь, Тимми. Почему вы переехали? Мы не хотели. Но нам пришлось. Но ты не попрощалась. Прости, я хотела... Не подходи к нему. Спокойно, дорогая. Я держу его. Тетя Джоан. Тимми, стой. Нет. Нет, Тимми. Придем вниз, дорогой. Я посижу с тобой, ладно? На. Возвращайся. Иди. Хорошо. Все хорошо. Приходи. Я постараюсь. Идем, дорогой. Я так скучаю по ней. Мама. Спускайся, дорогой. Осторожнее. Не споткнись. Прошу вас. Если о нем узнают... Аракелин не отвечает. Звони еще. Это нельзя откладывать. Я не хочу никого видеть. Хорошо. Это Фрэм. Проходи. Пожалуйста. Простите меня, но вы... должны пообещать, что никому не скажете. Звони Хауарду. Мы не знали, как нам поступить. Вы ведь знаете, что делают с жертвами мутации, не знаю? Их уничтожают. Как животных. Ну что дальше? Я не знаю. Мы надеемся, что хуже не будет. Поначалу мы справлялись. Напрасно ты не сказала мне, Фрэм. Да, Джоан, да. Ты очень любила Тимми. Нет. Дело не только в этом. Я беременна. Тимми? 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 Пора это прекратить, сынок. Ты не должен бить взрослых. Тимми? Выходи. Сейчас. И выслушай меня. Оставь меня в покое. Я не хочу тебя все время запирать. Но боюсь, мне придется. Ни за что. Выслушай меня. Ты мне надоел. Иногда поступки взрослых непонятны детям. Ты наврал мне. Мы не хотели тебя огорчать, сынок. Врун. Хватит прятаться. Выходи, давай поговорим. Пожалуйста. Ты ведь не сделала этого. Нет? Джон, пожалуйста, скажи мне, что вы не повторили нашу ошибку. Мистер Аркеллиан? Мистер Аркеллиан? Слава Богу. Здравствуйте. Говорит Хаурд Шарп. Послушайте. Мы хотим немедленно остановить коррекцию. Мне плевать на ваш ужин. Немедленно остановите коррекцию. Простите. Мистер Аркеллиан, пожалуйста. Да, мы уверены. Мы приедем через 15 минут. Он примет нас, если мы приедем сейчас. Открыта дверь. Ради Бога, Хаурд, поехали. Мистер Аркеллиан, пожалуйста. Мистер Аркеллиан ждет нас. Мы поступаем правильно, Джоан. Он это сделал, и только он может все остановить. Миссис Шарп, ваш муж сказал, что вы... Хочу остановить коррекцию. Но почему? Ведь вы потратили целое состояние. Это не важно. И скорее. Я не могу ждать. Хорошо. Раздевайтесь. Через минуту я вернусь. Редактор субтитров. Остановить процесс очень просто У меня есть раствор, который разрушит химические связи измененных молекул ДНК Но вы, надеюсь, понимаете, что за эту процедуру придется платить Мы понимаем, начинайте Джоанн, будет немного больнее, чем в прошлый раз Готовы? Не трогай ее Охрана Оставь их в покое Тимми Я не хотел, чтобы тебе было больно Нет! Нет! Тимми А вот и он Мы только что искупали вашего малыша Вы можете им гордиться Взгляните Он само совершенство Да, верно Кто наши дети? Продолжение нас самих Отражение того, кем мы являемся И кем хотим стать Взгляните 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok